Вернуться к жизни после остановки сердца без вмешательства врачей. В Махачкале провели операцию по вживлению кардиовертера-дефибриллятора. Именно это устройство позволяет запустить важнейший человеческий орган при синдроме внезапной смерти. Впервые за долгие годы дагестанским хирургам удалось получить квоту на проведение этой уникальной операции. Что она из себя представляет и в чем ее сложность в сюжете по тематханаповой. Кардиовертер-дефибриллятор – это устройство, которое автоматически распознает прекращение сердцебиения, посылает электрический импульс, а это в свою очередь стимулирует работу главного органа. Впервые за долгие годы республике удалось получить квоту на вживление этого устройства в сердце. За 10 лет впервые в Дагестане это делается, но нам удалось это сделать во благо пациента. Сегодняшний пациент долгие годы страдал от ишемической болезни сердца. После очередного приступа врачи посчитали необходимым провести именно эту операцию. В больницу 64-летнего мужчину доставили в тяжелом состоянии с жизнеугрожающей аритмией. Пациенту до этого была выполнена рачесторная аблация, у него обнаружили две реплинии. И как следующий этап в профилактике близобной сердечной смерти, таким низкофракционным пациентам мы должны имплантировать специальное устройство, которое называется кардиовертер-дефибриллятор. Учитывая сложность пациента, у него низкая фракция, сократимость сердца очень снижена. Мы связывались с федеральным центром Амазовским, был создан консилиум, решали, что делать с пациентом. Их рекомендация тоже была, что нужно установить кардиовертер-дефибриллятор. В рамках этой операции электрод устанавливают ни в сосудах и ни в полостях сердца, что позволяет избежать инфицирования или механической поломки устройства. Здесь он полностью подкожный. Это значит, пациент может не ограничивать свою физическую активность. По теме от Ханапова, Парисят Курбанова, Новости ННТ, Махачкала.